Алименты – дело тонкое. Обычно судебные приставы общаются с нерадивыми отцами. Но в преддверии Дня защиты детей рейд по мамам, которые задолжали своим чадам крупную сумму. Задача у сотрудников ФССП – не арестовать имущество, а вразумить женщин, чтобы они начали заботиться о своих детях. Сегодня мы с ними разговариваем, чтобы они вспомнили о своем ребенке, что 1 июня поздравили всех с праздником, стали на путь истинный. Также погасили задолженность или приступили к погашению задолженности. Стали на путь истинный. Как бы мы сегодня хотели достучаться до сердец наших матерей-кукушек. В этом доме на ТЭЦ-3 живет мама с двумя детьми. Воспитывает их, водит в детский сад. Официально нигде не трудоустроено, денег не хватает. Казалось бы, ей самой нужна помощь. Однако у нее есть еще один ребенок, которого растит бабушка. Ему она задолжала 750 тысяч элементных рублей. Каждый месяц эта сумма увеличивается еще на 10 тысяч. А собираетесь хоть какие-то шаги предпринимать? Трудоустройство, обратиться в ЦЗН с целью постановки на учет в качестве безработицы? В ЦЗН не стояли. Не нашли подходящей работы? И вас сняли с учета? Нет. Полгода отстояли. Сказали, как бы дальше выплат не будет. Стоять бессмысленно. С ребенком женщина давно не виделась в родительских правах. Ее ограничили, а опекун против их общения. Где взять деньги на погашение задолженности без работы и с двумя детьми мама не знает. Будем сейчас искать какую-то работу, которая не будет мешать моему заработку в основном. То есть вы собираетесь искать новую работу? Ну да. Накануне детского праздника приставы дарили ребятам сладкие подарки. Хорошо учиться в дальнейшем, а всегда слушаться маме. Давай, поздравляю тебя с наступающим. Вот тебе подарочек. Мальчишки довольны, поблагодарили и сразу принялись разворачивать гостинцы. К их маме приставы еще наведаются. В настоящее время в нашем отделе в отношении ее возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов без уважительных причин, нарушение решения суда в течение двух месяцев и более с момента возбуждения исполнительного производства. В другом доме, куда приставы ехали с подарками для детей и назиданием мамаши, должница накопила алиментов на 300 тысяч. Картина типичная. Двое детей официально нетрудоустроено, платить нечем. Дома ее не оказалось. Дверь открыла бабушка. Говорит, что о долгах дочери знает. Помочь ничем не может. Судебные приставы регулярно слушают материнские истории о том, как тяжело найти работу, как общаться с ребенком запрещают опекуны. Всегда стараются войти в положение должника. Порой помогают найти решение проблемы. Но это не значит, что в честь Дня защиты детей долг спишут или простят. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.